Всем привет друзья! На этом видео хочу сделать долгожданный обзор на скрадок для охоты на водоплавающую птицу в полевых условиях. Сейчас немножко несколько слов о том для чего этот скрадок нужен, почему я к нему пришел и где я его буду использовать. В первую очередь этот скрадок необходим для охоты, для гусиной охоты с подружейной собакой в полевых условиях. Это касается охоты из лежачих скрадков, охоты из ям, охота из наземных скрадков еще плюс-минус. Там можно не использовать этот скрадок, а собаку посадить к себе. Да и то, если вы стоите, допустим, где-то на урезе воды на границе лужи и собака подает вам птицу. Вы представляете, какая собака будет чистая, да, в кавычках? Вся в грязи, в воде, залетает в скрадок, отряхивается она, соответственно, после того, как только отдает птицу, птица не отряхивается. Забираем птицу, собака начинает отряхиваться, все это разлетается внутри скрадка, все ваши манки на подвесе, вещи, которые там где-то рядом лежат, все это, соответственно, в грязи, эта грязь обмерзает. Ну, в общем, что об этом говорить, вот для этих условий, как бы, ей необходимо использование именно такого скрадка, где собака отдельно находится, то есть она подбежала к скрадку, вы протянули руку, забрали у нее птицу, скомандовали ей на место, она заскочила в этот скрадок и, соответственно, она там сидит до момента команды, пока хозяин не даст команду на подачу. Мы его будем использовать для охоты в поле, это будет охота из лежачих скрадков, где собака будет лежать между двумя скрадками, между нами, или рядом, слева или справа, скрадков, которые будут лежать рядом. Если это будет заснеженная весна, когда будут участки белой снежниц на поле, и мы будем охотиться в белых чехлах, то, соответственно, на этот скрадок можно тоже заказать чехол, но обойдемся как бы подручными средствами, это будет обычный белый маскалар, который сверху накинется на этот скрадок и, в принципе, он будет выполнять роль чехла. Что касается охоты в яме, там тоже есть свои плюсы именно использования этого скрадка, пока во всяком случае я их вижу, потому что есть минусы, которые мне очень нравится, когда собака сидит прямо в яме, непосредственно в яме, в которой стоит вода, она замерзает, потому что находиться надо долго, и все это со снегом, со льдом там, во-вторых, она выпрыгивает, нарушает маскировку ямы, в-третьих, это опять же все грязное, все вещи, которые находятся в яме, стулья, сама одежда, о которых собака, в момент выскакивания, это вода, в которой она стояла, подлетает выше потолка, но, соответственно, много минусов, поэтому будем использовать вот этот скрадок. Вот так вот он выглядит в сложенном виде, этот скрадочек. Вот. Есть ремень плечевой для переноски этого скрадка, то есть вы его регулируете по длине, какая вам необходима длина, накидывайте на плечо и пошли. То есть вот так вот, таким образом он переносится на плече. Как привести скрадок в рабочее положение? Значит, у скрадка есть три фиксатора, три фасекса, с этой стороны, сверху и снизу. То есть, получается, в нижней части два и в верхней части один. Отстегиваем фиксаторы. И скрадок у нас принимает рабочее положение. Все. Все, ребята, скрадок готов к использованию. Чтобы его сложить, достаточно вот так вот сгармонить, закрепить фастексы. И скрадок готов к переноске. Пришиты шлейки, в которые можно вставить маскировку. Шлейок достаточное количество. На каждой стороне их по четыре и одна сверху. То есть можно носовать початки. Грузы есть, шлейки на створках. На самих створках скрадка, которые открываются. Сюда тоже можно поставить маскировку. Значит, створки скрадка можно закрыть, вернее, открыть. Сделать их в открытом положении. Здесь есть липучки, которыми можно зафиксировать. И сделать скрадок открытым. Таким вот образом. И еще во внутренней части скрадка у собаки есть подстилка, которая на липучках держится. Так называемый коврик. Коврик этот, внутри стоит спиненный, наверное, полиуретан. Материал такой вот, типа, как пенка, поджопники. Туристические коврики, карематы. В общем-то, обшитый просто тканью. И на липучках он крепится к площадке. Ну, к дну, скажем, скрадка. Тем самым собака не будет замерзать. Он всегда будет лежать или стоять. Сейчас коврик их на место положим. Что еще есть? Это вот главный вход. То, что я сейчас вам показываю, это вход главный. Ну и расцветка Max 5, соответственно. Real 3 Max 5. Вот. Значит, эти створки еще можно между собой заклеить. Закрыть, скажем, вот так вот. Можно их отлинуть сюда, как я говорил. С другой стороны, соответственно, со стороны входа или выхода, не знаю, здесь на фасексах они закрыты наглухо. Но их тоже так же можно открыть. И здесь есть липучки, которые можно зафиксировать. Это, к примеру, необходимо, если будет сквозной заход собаки. Когда она будет заходить вовнутрь, с одной стороны, а с другой стороны выходить. Если эта сторона будет закрыта, соответственно, она будет забегать в скороток и там разворачивать. Очень качественно сделан скороток. Скороток ставится, ну, соответственно, на дно, в дом вниз, и его необходимо немножко растянуть. Это для чего нужно, чтобы собака, заходя в скороток, не сносила его, ни во время разворачивания внутри его не перевернула, не дергала. Соответственно, не нарушала маскировку. Вот такие вот мелочи, они очень приятны. Здесь есть кармашки на дне, 4 кармашка. У них есть кармашки фастексы, которые закрывают и держат, собственно, вот такие вот клинышки металлические, которые подрезинены на резинках. И здесь вот на краях скоротка есть из стропы, довольно толстая стропа, есть петелька, в которую вставляется этот клинышек. Ну, и, соответственно, вы оттягиваете с одной стороны, и с другой стороны, с крадок, вот. То есть с 4-х сторон вы его пришпиливаете вот этими вот клинышками, и он у вас стоит на месте. Очень удобно. Мелочь, да, приятная. То есть вставили сюда, фарс продели, защелкнули. Все, при этом он еще даже регулируется, его можно подтянуть. Очень удобно. Мелочь, а приятная. Я сначала подумал, как же клинышки надо с чего-то колхозить, потом присмотрелся, но мне, оказывается, есть такие клинышки. Видите, не сходите. Ну вот, все. Видите, да? Все, она уже улеглась, да? Что, спать здесь будет, что ли, да? Скоро. На охоту собралась? Ну, в общем-то, вот, собака в скоротке, она зашла, наполовину как бы сейчас развернулась, она лежит калачиком. Калачиком свернулась не в длину, вытянула, самим калачиком. Когда она лежит в длину, здесь, ну, соответственно, она даже не лежит, она полу пригнувшись здесь стоит. Собака готова уже к старту, быстрому на подачу пойти. Я уже немножко, конечно, познакомился с скоротком, потому что первый раз она вообще не хотела туда идти, не понимала, что это такое, но за баранку как бы согласилась. А теперь сама зашла без баранки. А если еще ее потренировать с поносками перед охотой, так вообще, наверное, будет заветать туда. Ну, в общем, вот, ребята, такой вот скороточек. Рекомендую его тем, кто охотится с собаками на водоплавающую. В первую очередь, наверное, это для собак американских, европейских привозных собак, которые более поджарые, более спортивные, скажем, собаки, которые и размера не такого, как наше российское, скажем, шоу-лабораторе. Вот, не хочу никого обидеть, но, наверное, это действительно так. Потому что собаки очень отличаются по своему внешнему виду, не говоря уже о темпераменте и желании к работе. Что касается пнили, сюда будут лазить, конечно, кустхары, дратхары, но если только суки могут влазить, они более поджары, ну, скажем, такие невысокие собаки, возможно, поместятся, но, скажем, сюда вот взрослого дратхара или курсхара, наверное, уже не поместить. Да и кабеля, наверное, лабрадора тоже, даже привозной линии. Ну вот, 50 сантиметров, вот, рассчитывайте. То есть собака, в принципе, зашла туда, развернулась и лежит он, спит, чувствуется, наверное, комфортно там. Такой вот обзор. Вот, смотрите, заказывайте, всё кабеля вас отправляет, а почта, да, там, по деньгам выходит, как бы, нормально. Но если вы, как бы, фанат охотного доплачивания, если вам это действительно надо, и, как я вам говорил, это вы видели вначале, что это автомат, не требует никаких, там, движений, манипуляций по сборке, достаточно расстегнуть 3 фастексы и, скажем так, уже готов к установке. Поэтому, если вам это действительно нужно, то да, я просто думал с колхозей, опять, взять ПЛХ трубы сварные, там, сварить, там, сделать конструкцию, чехол натянуть. Так руки не дошли, вот, Юрка мне подарила. Да, подарок тебе сделал? Выходи, пошли. Ну, спокойно, кстати, выходит. Вообще без проблем. Вот, давайте я сейчас его соберу. Покажу, как он собирается. Ну, соответственно, с маскировкой-то он, конечно, так не соберется. Ну, вот, видели, 5 секунд, не потребует времени на то, чтобы собрать, так сказать, в машине много места при перевозке не займет. Владея тоже, вот, до места охоты его можно донести будет, в принципе, не за раз, так, за два. Так что, будем испытывать, и в процессе охоты я еще покажу, видео сниму, как мы его будем непосредственно в поле применять, как собака будет подавать. Ну, и на фильмах, на моих, на роликах вы увидите его в деле, как собака будет работать, из-за того, скажем так. Ну, наверное, все, что хотел, я сказал. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, что он был для вас чем-то полезен, сможете определиться. Всем пока! Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео, будет интереснее дальше. Пока! Подписывайтесь на канал,